всем привет вы на канале маленький сад на краю вселенной он находится в западной беларуси сегодня 16 ноября двадцать четвертого года буду сегодня пригибать свою плетистую розу и буду это делать строго на юг и я объясню почему возможно вам этот метод покажется годным и вы возьмете его на вооружение и так буду пригибать вот эту плетистую розу макушками укладывать на юг вон там у меня юг там у меня север и я буду пригибать вот эти ветки вот таким образом укладывая их строго на юг кстати и чтобы хорошо держалась шпилька вы не строго перпендикулярно и и втыкайте вот так всовывайте а под наклоном таким немножко тогда она будет лучше держаться на чем основана вот такое пригибание и что я хочу добиться я хочу добиться пышного цветения во первых во вторых все цветочки после того как роза зацветет будут смотреть у меня я буду ими любоваться потому что у меня проходит там дорожка я там хожу там мой дом и все цветы которыми покроются розы будут мне хорошо видны в прошлом году я допустила ошибку цветов я почти не увидела их было очень много на одной ветке я показывала вам 100 штук цветов но их не видела от дорожки они были повернуты в другую сторону потому что я неправильно вложила ветку смотрите я пользуюсь вот таким секретом смотрите у меня на одной ветке сколько боковых погиб побегов они идут с самого низа чтобы добиться вот такого густого ветвления любой розы что мы делаем мы значит ее пригибаем я пригибала вот эту ветку в прошлом году тоже как я показывала вам в земле она у меня вот так зимовала в пригнутом состоянии и я ее не разгибала до тех пор пока не отросли побеги вот такой длины сантиметров 10 вот это особенность кустарников роз гортензии что если ветка растет в горизонтальном положении то на одной высоте просыпаются очень много побегов практически все вот узлы дают вот эти побеги если вы весной сразу до отрастания побегов когда набухли почки там или до набухания почек вы поднимете свою розу вас отрастет только макушка это законопекального доминирования побеги будут только на макушке вот макушка будет такая некрасивая густая а тут будут голые стволы и вот чтобы вот этот ствол весь оброс побегами цветущими нужно дождаться весной пока вот эти побеги не отрастут они будут отрастать потому что все побеги будут находиться на одной высоте вот такая особенность растений я вам объяснила да как добиться обильно цветущей розы ну вот как я сказала в прошлом году я неправильно уложила не в ту сторону и все цветы не смотрели на дом теперь у меня отрастут побеги вот такие они будут расти так и когда я подниму вот эту ветку все побеги окажутся вот на этой стороне со стороны моего дома и все цветы я буду видеть вот такой простой секрет который вы может можете тоже использовать при пригибании роз первое это обильное цветение когда вы не будете долго поднимать ветку дождетесь пока отрастут побеги а их отрастет очень много из каждого узла по вылазят они и второе сделайте так мысленно представьте куда будут смотреть вот эти побеги когда вы поднимите ветку у каждого будет свое такое положение вот этих ветвей роз всем хорошего цветения